Это момент прилёта российской авиабомбы по центру Харькова. Российские оккупанты целились в жилую застройку. Это один из самых оживлённых перекрёстков города, где нет ничего, кроме домов, магазинов, офисов. Путинские террористы выпустили в этот район четыре авиабомбы, чтобы было как можно больше жертв, сообщили в областной прокуратуре. «Это жилой дом. Он находится в жилом микрорайоне. В 150 метрах автовокзал. Никаких военных. Никаких предприятий в этом районе нет. ОМПБ. Снова. Это унифицированный межвидовой планирующий боеприпас. По сравнению с предыдущими разами, сейчас противник из одного самолёта выпустил четыре бомбы». После попадания бомбы в жилой дом, несколько нижних этажей оказались полностью разрушенными. Там больше всего раненых. Рядом просто на дороге стоят изувеченные гражданские автомобили. На остановке разбитый троллейбус. Там погибла женщина, ожидавшая общественный транспорт. Ещё одна находится в тяжёлом состоянии в больнице. Водитель троллейбуса остался жив. Ещё два попадания пришлись на промышленное предприятие и рекреационную зону Экопарк Фельдмана. С первых минут на местах по разным адресам работали более 250 спасателей и полицейских. «Также противник нанёс удары тремя, предварительно кабами, по заводу. На месте попаданий мы располагаем информацию о гибели человека. Это охранник, гражданский человек, а также четыре человека, которые были ранены от этого обстрела. Имеем информацию о третьем месте поражения. Это Фельдман Экопарк. На всех местах работают следователи, взрывотехники, все службы на местах. Мы классифицируем такие действия, как нарушение законов и обычаев войны. Мы собираем обломки и убеждён, что в будущем мы сможем доказать вину каждого российского военного, который обстреливает наш город, убивает харьковчан». Спасательная операция на месте попаданий авиабомб будет продолжаться до тех пор, пока не разберут все завалы. Скорее всего, часть дома придётся снести, так как конструкции нависают и могут в любой момент обрушиться. По словам начальника Харьковской областной военной администрации Олега Сенегубова, противник в очередной раз доказал – Россия – страна-террорист. «По житловому будинку, пятиповерхивка». «По жилому дому – это пятиэтажка. Рядом очень оживлённый перекрёсток, большое количество людей на улицах. Напротив – попадание центральный автовокзал города Харькова. То есть это очередной террористический акт – прицельное попадание в гражданскую инфраструктуру». Наталья Белокудри, Андрей Домовой. Из Харькова. Для телеканала «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова